Язык Тода, это дровидийский, тоже южно-индийский язык, очень многочисленный, это опять горное племя, вот они в таких экзотических живут, хижинах, вот этим как раз отличаются. Их очень мало, около 1000 человек, они как правило двуязычны, то есть язык явно под угрозой уничтожения, хотя очень такой специфический и не похожий вообще на дровидские остальные. Тода, непонятно почему их называют, сами они себя называют Оль, вот их племя Оль называется на их языке. Южно-дровидийский язык, близкий языку Кота, который я тоже собираюсь сегодня изложить, но порядочно, вот на мой такой взгляд поверхностный, порядочно от тамильского, допустим, отличается, то есть от самого большого языка южно-дровидийского. Развилось большое количество гласных, вот они, то есть в том числе есть Э, да, ну это как бы почти во всех южных дровидийских, а вот согласные совсем тут сложно. Почему-то в горах вот эти согласные развиваются, не знаю как это с горами связано, но горные языки часто развивают сложные системы согласных, и вот здесь это всё налицо. 35 согласных языки Тода, это много, особенно для дровидийского, то есть исходная дровидийская система, там чуть ли не 10 согласных, она очень простая, она имеется как раз в тамильском языке. Здесь всё очень усложнилось, во-первых, целый ряд альвеолярных отдельных от ретрофлексных, вот на слух это мало отличается, то есть вот ТА, потом за ТА немножко двигаем язык, получаем ТА, потом ТА, вот они для нас мало отличаются, а для них отдельные полноценные фонемы. СА развилось, большое количество, естественно, Африкат, ДЗА, ЦА, ЧА, ДжА, вот, то есть вот так вот. Кроме того, нужно отметить, что у них много сочетаний согласных, что тоже не характерно для дровидийских, то есть там такие слова типа АРСН, АШК, МИРХМ и так далее. Вот обычно дровидийские не такие, дровидийские обычно ЛЯМА, ТЯМА, там и так далее. Ну вот ранее я примеры приводил, а вот тут именно язык наполненный всякими такими гортанными согласными. Ну не гортанными, больше у них передние, но тоже так всё звучит довольно резко на слух. Утрачена категория рода, осталось число, ну один только показатель числа у них АМ, все остальные показатели утрачены. Вот в соседнем языке МАЛОЯЛО множество показателей множественного числа. Традиционные 9 падежей для дровидийских, но окончания многие другие. Покажу окончание чуть позже. 5 наклонений осталось, то есть достаточно такие богатые на наклонения. Два времени только. Есть прошедшее и всё остальное. Прошедшее образуется с помощью ША. Показатели. Отдельно у них изменяются отрицательные и положительные. То есть, чтобы отрицательные получить, нужно вставлять суффикс глагол. Отдельные склонения. Сохранилось хорошо лицо. Много послелогов. Ну вот показатели падежей, они сократились. Какие-то вот явно походят на общий дровидийский, но отличается то, что дровидийские не такие. То есть падежи те же, а окончания некоторые порядочно изменились и не походят на то, что обычно. Вот что тут можно сказать. Возможно, они заново возникали из послелогов. В такой ситуации. Вот числительные. Числительные тоже многие не походят на обычные в дровидийских. Возможно, откуда-то взяты. Из других языков, которые уже вымерли. Ну и вот глагол вкратце. Самые основные формы. Ну, видно, что есть окончание для каждого лица. И что прошедшее время образуется просто вот вставкой ш. То есть, допустим, пин. Это я иду, а я шел, будет пишен. Ну и так далее. Это примерно как выглядит морфология. Словообразование через суффиксацию. Причем суффиксы тоже могут из одного согласного состоять. Допустим, каль воровать, кальн вор. Типичный синтаксис для дровидийских. Даже, пожалуй, я сейчас синтаксис покажу, как сложные предложения образуются. То есть, подчинение может специальной глагольной формы со специальным показателем выражаться. Либо используются причастные обороты вместо предаточных. Ну, достаточно такая типичная для дровидийских вещь. И, в общем, вот тут примеры есть. Лексика в основном у них древняя. Кстати, язык достаточно древний. И по нему реконструируют общие древние дровидские эти корни. Есть небольшое количество заимствований из индоарийских языков. Но они достаточно изменены. Допустим, раджа переделали в арс. Поэтому предполагаю, что тоже заимствование из санскрита относится к очень древнему периоду, потому что, как правило, они переделаны. Но так как они малочисленные, их около тысячи человек, диалекты не отличаются. Вот, в общем, в Индии тоже есть что-то похожее на наш Дагестан. Это горный язык, малоизвестный, но достаточно своеобразный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова